Начали. Добрый вечер, уважаемые жители Саратова и Саратовской области. Дело в том, что в силу определенных причин в субботу 16 сентября этого года я попал в организационное отделение 1-й суббольницы. Дело в том, что в районе 14 часов 30 минут я прибыл в расположение администрации заводского района по своим депутатским полномочиям, побывал во многих кабинетах, где положительно решил те или иные вопросы. Затем я зашел в кабинет Игоря Анатольевича Минаева, замглавы администрации заводского района по соцсфере, с которым мы хорошо общались в течение полутора часов. Но мне нужно было обязательно встретиться с заместителем главы администрации заводского района муниципального образования города Саратов по благоустройству А.С. Куликовым. У меня был в руках вот этот документ. Значит, информация по ремонту дворовых территорий в заводском районе города Саратова в рамках программы «Наш двор». Дело в том, что накануне Николай Васильевич Панков мне дал партийное поручение принимать активное участие в вопросе контроля за проектом «Наш двор». А будучи на встрече с Вячеславом Викторовичем Володиным в комсомольском поселке, я от него получил задание по этому вопросу оказывать содействие главе администрации города Саратова Сараеву Валерию Николаевичу. Так вот, с этими вопросами я пришел или зашел в кабинет, в котором находился гражданин Куликов. Но при этом я обратил внимание на то, что в левом углу от окна, в дальнем углу от окна, значит, стоял стол. На столе находился в силу нашего государства в виде герба в горизонтальном положении. При этом неизвестный мне гражданин, значит, находился в кресле, а его ноги располагались на этом столе рядом с символом, значит, нашего государства, гербом. Я сделал ему замечание, почему он себя так ведет. Дело в том, что за две недели до этого факта я также заходил в кабинет Куликова, где в такой же позе, в том же кресле, неизвестный мне гражданин, значит, сидел, при этом ноги были на столе. Я поинтересовался у Куликова о том, что это за гражданин. Он мне ответил о том, что это один из водителей, исполняющийся обязанности главы администрации заводского района. После моего замечания этот неизвестный гражданин встал и вышел из кабинета. Мы с Куликовым обговорили ряд вопросов, решили их положительно, как я считаю, и я оба. Но в субботу, прошедшую 16 сентября, у меня возникла опять необходимость с этим товарищем встретиться и обговорить ряд насущных вопросов, которые касаются жителей комсомольского поселка, прежде всего, и жителей заводского района. Я увидел о том, что этот ранее уже как бы не знакомый мне, а ранее этого человека я видел в этом кабинете. Вот он в такой похабной позе находился в этом кабинете, и при этом товарищ Куликов никаким образом на него не обращал внимания. Меня возмутил факт того, что, по моему мнению, и согласно статье 329 Уголовного кодеска Российской Федерации, он таким образом проявлял неуважение и высказывал или показывал свое оскорбительное поведение по отношению к этому символу. После чего этот гражданин обратился ко мне с вопросом в такой недружелюбной, агрессивной форме. Кто ты такой и что ты здесь делаешь? Я в очередной раз представился, тем более на лацкане моего пиджака находился знак депутата Саратовской городской думы, а с правой стороны знак партии «Единая Россия». Он после этого встает, подходит ко мне и наносит... Ну, сначала он меня оттолкнул с животом, и после этого неожиданно наносит удар кулаком правой руки в левую часть головы. Отчего я опешил, я в какой-то степени был обескуражен и растерялся. При этом в мой адрес продолжали высказывания оскорбительного характера, но надо отдать должное. Куликов подошел к нам и отвел этого гражданина, и в частности вывел его в расположение коридора. После этого я беру этот герб, который был выполнен на деревянной основе, ну, размером где-то 80 сантиметров, там, на 60 сантиметров, и предложил Куликову пройти помещение, где располагался глава администрации заводского района Андрей Валерьевич Жуков. Он категорически с моим предложением не согласился, вырвал у меня этот герб, заявив о том, что это его частная собственность, положил его опять на стол, и после чего я вышел в коридор. В этом коридоре находился тот неизвестный гражданин, которого мне представляли ранее, как одного из водителей, глава администрации заводского района. При этом был, при нем был еще другой молодой человек крепкого телосложения, и я не исключал, что здесь в отношении меня могут быть продолжены преступные насильственные действия. После чего я сразу же вышел из помещения и зашел в помещение, в котором находился Минаев Игорь Анатольевич. Я ему рассказал в присутствии Анисимова, это член территориальной избирательной комиссии, с правом решающего голоса, как он мне, по крайней мере, представился. И когда я начал объяснять ситуацию, Игорь Анатольевич попросил меня этот конфликт, так можно назвать, урегулировать путем переговоров. Я с этим согласился и стал ждать. Дело в том, что Игорь Анатольевич вышел из кабинета и пошел в соседний кабинет. Вернувшись, он сказал, что там никого нету, дверь закрыта. После этого он стал звонить по телефону с целью обнаружения Куликова и вот этих двух граждан, которые там были. Но его действия успехом не увенчались. И где-то через 30 минут я был вынужден позвонить в полицию, после чего в течение 10 минут приехали 3 полицейских и лейтенант, в частности, от меня отобрал объяснение. Я им написал заявление о привлечении к ответственности незнакомого мне гражданина, который допустил по отношению ко мне насильственные действия, причинив мне как минимум побои. После этого я предложил вскрыть кабинет, где все это произошло. Начали искать ключи запасные. Как заявил Егор Николаевич, это руководитель аппарата администрации заводского района, что контрольных ключей у них нет в администрации города Саратове. Где он находится, ему неизвестно. И если в случае пожара или каких-то непредвиденных обстоятельств, значит, этот кабинет открыть не представляется возможным. Я предложил сотрудникам полиции тогда с участием понятых аккуратно вскрыть это помещение, где находились вещдоки, в частности, в виде вот этого герба, символа нашего государства. Он отказался это сделать. При этом, значит, позвонили мне, в частности, Ирина Аркадьевна Арутюнова, это руководитель аппарата, значит, администрации города Саратова, и попросила, значит, этот вопрос перенести на 19 сентября. Я понимаю обстановку, которая имела место и в администрации, заводского района, и в целом, связанная с выборами в Государственную Думу и в Городскую Думу. Затем, значит, сотрудники полиции, значит, убыли из этого помещения. Далее, Ирина Анатольевна мне сказала о том, что в администрацию заводского района срочно возвращается исполняющий обязанности глава администрации заводского района Жуков Андрей Валерьевич, который хотел бы со мной встретиться. Я на это дал согласие. Прождав более получаса на территории администрации заводского района, я узнал о том, что глава администрации находится в своем служебном помещении, и значит, я понял, что встречу со мной, встречаться со мной он не желает. После чего я убыл в травмпункт, где за свидетельством побои, и получил направление в первую ссорбольницу для более углубленного обследования. в ходе обследования врачи пришли к выводу о том, что у меня как минимум подозрение на сотрясение головного мозга, и расположили меня в палату ориентированного отделения первой советской больницы, где я до настоящего времени нахожусь. Состояние здоровья мое невдовлетворительное. Буквально вот полчаса тому назад приходили врачи, значит, мерили мне давление, давление у меня повышенное, вот, больше нормы на 40 единиц, дали мне лекарства, которые я употребил, значит, прокапали мне в очередной раз лекарства, вот. Ну, при этом хотел бы заметить, что за это время ко мне, значит, администрация больницы категорически никого не пускает по причине того, что мое состояние здоровья не позволяет с кем-то общаться. Ну, вот, три ночи со мной находилась здесь супруга в ночное время, так скажем, ну, помимо ее, там, две еще медсестры в течение вот трех дней и сегодня то же самое это будет происходить. Далее, 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 я хотел бы сказать о следующем. Дело в том, что отдельные чиновники, фамилии, пока я их отказываться не собираюсь, они мне поведали о следующем, хотя для меня это не новость, что своими гиперактивными действиями, значит, будучи депутатом и кандидатом в депутаты Саратовской городской думы по четвертому избирательному округу, это первый, четвертый жилучасток. Я им причиняю неудобства и определенное недовольство с их стороны. И поэтому было пожелание не прекратить писать наказы от имени избирателей, которых я написал более десяти и где. здесь более двусот уже жалоб, пожеланий и просьб в основном жителей, которые проживают на территории четвертого округа. Большинство этих жалоб, к сожалению, на сегодняшний день положительно не рассмотрены и не разрешены. хотя в сервере копии я получаю ответы от Халова я получил, от Гаркина, от Халова, Гаркина, Халова, Халова и там еще от Гнусина, это заместитель главы администрации города Саратова по архитектуре. Значит, проблем достаточно много и я прекрасно понимаю, что в одночасье эти проблемы решить невозможно, но у меня была к ним одна просьба. Уважаемые чиновники, пожалуйста, свяжитесь хотя бы по телефону с заявителем этих жалоб, контактные телефоны, которых у меня записаны и места их проживания и объясните им хотя бы на словах каким образом будет решаться та или иная проблема. Но это кому-то не нравится и не будет нравиться. И заканчиваем. Дело в том, что на сегодняшний момент я не знаю точных результатов или официальных результатов по выборам по четвертому округу по партийным спискам. Знаю только одно, что за партию Единую Россию по четвертому округу проголосовало 62,77% тех избирателей, которые пришли и большое спасибо за это на избирательные участки. И пользуясь случаем я обращаюсь к гражданам города Саратова прежде всего с просьбой если вот этот ну так скажем мягкое значит непонимание значит со стороны кого-то в отношении депутата Ванцова а я на сегодняшний день действующий депутат по выполнению своих депутатских полномочий значит не исправится или не дай бог если будут на меня оказывается какие-то формы воздействия вот то я буду вынужден обратиться на высшестоящие партийные органы вплоть до Дмитрия Анатольевича Медведева и Владимира Владимировича Путина спасибо Александр Николаевич к вам вопрос скажите а как пресечь надругательство над государственными символами как вы считаете как следует наказать данного гражданина я понял вопрос Ольга Ивановна зачтите пожалуйста зачтите надругательство над государственным гербом это осквернение как символа государства с целью или без цели принизить авторитет государства преступление может быть совершено как с прямым так и с косвенным умыслом на почве хулиганских националистических политических или иных убеждений объективная сторона преступления характеризуется активными действиями свидетельствующими о неуважительном отношении к гербу лицом осознает общественную опасность совершаемого надругательства и неуважительного отношения к гербу непосредственным объектом состава преступления является установленным нормативными актами порядок обеспечения авторитета государственной символики объективная сторона состава преступления совершение оскорбительных издевательских действий осквернение указанных государственных символов обстановка надругательства публично или тайно не имеет значения для квалификации достаточно того чтобы результат был очевиден окружающим состав преступления по конструкции объективной стороны формальный преступление считается оконченным с момента совершения любого действия по осквернению символа вне зависимости от наступления последствий субъективная сторона состава преступления характеризуется в форме прямого умысла или косвенного надругательство грубое оскорбительное кощунственное отношение к символам в различных формах публичность означает что надругательство осуществляется в присутствии хотя бы одного лица либо результаты его становятся доступными в дальнейшем неопределенным пробу лиц все готов еще ответить на вопросы какой санкции нужно привлечь этого человека как вы считаете санкции согласно действующей законодательстве как вам сказано до одного года лишения свободы Александр Николаевич скажите а вот действия сотрудников администрации как-то связаны абсолютно абсолютно потому что они как минимум потворствовали вот этому поведению вот этого гражданина почему потому что это происходило изо дня в день в течение продолжительного времени и никто на это никоим образом не обращал внимания по какой причине я могу догадываться но у меня версии на этот счет есть пока я о них промолчу Александр Николаевич с точки зрения этики государственного служащего это допустимо когда в присутствии государственного служащего администрации заводского района грубо нагло и кощунственно попираются символы государственной власти Российской Федерации как вы считаете это грубое нарушение всех этических моральных но и здесь сказать больше нечего нечего никакой выжил нечего нечего никакой нечего никакой